Эфир продолжают новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Трудности перелета. Компания Вимавиа задерживает и отменяет рейсы по всей стране. Финансовая отсрочка. Российские регионы получат право на реконструкцию накопленных бюджетных кредитов. Четыре года колонии. Благовещенский городской суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП на аэропортовской трассе. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Компания Вимавиа заявила о прекращении полетов из Благовещенска в Москву. Продажу билетов перевозчик закрывает с 4 октября. Об этом журналистам рассказали на брифинге в областном правительстве. Однако что будет с пассажирами, которые уже купили билеты на зимний рейс авиакомпании, пока непонятно. Тем временем амурские власти ищут замену авиаперевозчику и планируют сохранить ежедневные полеты в столицу. Продолжит тему Марьяна Геворкян. Ситуация неординарная и некрасивая. Так в один голос говорят специалисты авиаотрасли Приамурья. Основной перевозчик Вимавиа, самолеты которого летают из Благовещенска в Москву каждый день, может оставить область без своих рейсов. 23 сентября борт компании прилетел с опозданием почти на сутки. Рейс 24 сентября отменили и совместили с рейсом на 25-е. В общей сложности от действий перевозчика пострадали за минувшие выходные 350 человек. По последним данным, всех ожидающих вывезли из Домодедова в Благовещенск. Что будет дальше, не знают ни чиновники, ни сотрудники аэропорта. Вимавиа игнорирует запросы и не комментирует происходящее. «Есть информация, что с 4-го числа прекращена продажа. Но вы будьте добры, доведите до нас информацию, как вы собираетесь выполнять полеты до 4-го числа и как собираетесь потом решать вопросы с пассажирами после 4-го. Ведь глубина продажи у них была до марта месяца. Значительное количество пассажиров уже приобрело авиационные билеты и на зимний период спланировало свои перелеты». Амурские власти оперативно отреагировали на ситуацию. Губернатор области отправился в Москву. У Александра Козлова запланирована встреча с главой Росавиации. Региональный Минтранс направил обращение к зампреду правительства Аркадию Дворковичу и руководителю федерального ведомства. Кроме того, власти ведут переговоры с авиакомпанией ИКАР. Сегодня она выполняет рейсы из Благовещенска в Москву три раза в неделю. «6 октября есть случай, если с Вимавио не найдено будет решение и не решат они свои финансовые проблемы. ИКАР заполнит практически все рейсы. И мы рассчитали, что будет достаточно провозной емкости этой авиакомпании для удовлетворения потребностей жителей Амурской области». Также ведутся переговоры с уральскими авиалиниями. Как уточняют специалисты, если место Вимавио займут другие компании, стоимость авиабилетов не увеличится. Сегодня улететь в столицу из Благовещенска можно в среднем за 14 тысяч рублей. Между тем, амурчане, которые купили билеты на рейсы Вимавио, пошли обратно в кассы. Однако вернуть полную стоимость проездных документов возможно, если только рейс официально отменен. А на это перевозчик не идет. И чтобы не потерять деньги, вылет переносит. Поэтому пассажирам с невозвратными билетами остается либо ждать рейса, либо покупать новые билеты других авиакомпаний. «Есть пассажиры, которые шашкой машут, есть, которые слезы льют, есть, которые очень понимают. Если есть билеты, которые возвратные, естественно, мы их принимаем, и пассажиры переделывают билет либо на авиакомпанию «Икар», либо на уральской авиалинии, то есть рейс с посадкой. Ну, если рейс идет с посадкой до столицы через Екатеринбург-Новосибирск, то как бы днем неплохо. Еще можно выйти, полтора часа подождать. А в ночь, конечно, пассажирам неудобство на обратном пути». Амурчане сетуют выбор на авиарынке области Скудин. Власти поясняют, не все авиакомпании имеют в своих парках дальнемагистральные самолеты. Поэтому найти перевозчика, который бы возил дальневосточников в столицу, сложно. А взлетно-посадочная полоса Благовещенская не способна принять широкофюзеляжные суда компании «Аэрофлот». Перевозчик, кстати, и мог бы организовать полеты в облегченном варианте, то есть при загрузке в 50%, однако экономически это невыгодно. Уже два года Благовещенск ждет деньги на строительство второй взлетно-посадочной полосы. Однако заказчик «Росавиация» ссылается на недостаток финансирования. Начало работ перенесли на 2019 год. Тем временем летать из Благовещенска в Москву амурчане стали чаще. С начала этого года перевезено уже больше 200 тысяч пассажиров. Мариана Геворкян, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Между тем, компания «Вимавиа» гарантирует сохранить все рейсы в Благовещенск до 2 октября. В этом губернатора Амурской области заверили на совещании по вопросам неустойчивого авиасообщения. Напомним, глава региона вылетел в Москву, чтобы обсудить проблему с руководством Росавиации, Федерального Минтранса и представителями авиакомпании. Дальнейшие планы стороны обсудят на еще одном совещании. Кроме того, Александр Козлов намерен встретиться с руководством авиакомпании «ИКАР» и договориться, чтобы она увеличила число рейсов по направлению Благовещенск-Москва. Строительные площадки будущего моста через Амур подключили к энергоснабжению. Для этого амурские специалисты ДРСК установили четыре трансформаторные подстанции и построили 12 километров воздушной линии. Это первый этап реализации договора на технологическое присоединение мостового перехода. Общая мощность объектов по договору составит почти 5 мегаватт. Всего в рамках проекта амурским энергетическим сетям необходимо построить около 40 километров линии электропередачи, 9 трансформаторных подстанций, а также заменить провода на участки в 7 километров. Напомним, международный переход через Амур – вантовый мост с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивается в 2,5 миллиарда юаней, две трети вложений придется на российскую сторону. Планируется, что в 2019 году мост будет сдан в эксплуатацию и по нему начнется движение автотранспорта. Российские регионы получат право на реструктуризацию бюджетного долга. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Госсовете в Ульяновске. О этой мере, которая позволит территориям получить в бюджет дополнительные средства, говорили уже давно. Проблему причем не раз обсуждал и губернатор при Амуре. Программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов начнет действовать с января, как снизится финансовая нагрузка и куда пойдут освободившиеся деньги, расскажет Юрий Камышный. С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Бюджетных кредитов. Рассчитываю как минимум на 7 лет. Причем в первые 2 года действия программы. Максимально льготные условия. Регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долго ежегодно. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан. Этих слов президента в регионах ждали давно. Сегодня госдолг. Только 50 российских территорий почти полтриллиона рублей. Владимир Путин даже назвал области, в которых долг по бюджетному кредиту превышает доход всего региона. Ситуация, по словам главы государства, критическая. В 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в 8 регионах он выше, чем собственные доходы. Это, конечно, такой уровень абсолютно критический. В некоторых субъектах забирались в налоговые поступления будущих лет. То есть в этом году брали с налогополитчиков то, что они должны заплатить в следующем и последующем годах. Объявленная реструктуризация позволит снизить долговую нагрузку на субъекты. Крупномасштабная финансовая помощь нужна и Амурской области еще в 2015 году. Сумма госдолга региона составляла 98%. Благодаря работе областного правительства эту цифру за два последующих года удалось снизить сразу до 76%. На 1 января 2018 года задолженность амурского бюджета перед федеральным составит 18,7 миллиардов или 68%. При этом график погашения кредитов строгий и не предусматривает отсрочек. В такой ситуации при Амуре могло оставаться еще несколько ближайших лет. Теперь же в Минфине появятся средства на реализацию дополнительных социальных программ. Во-первых, нам отсрочат возвраты бюджетных кредитов. Нам в течение двух лет надо возвращать по 7 миллиардов ежегодно бюджетных кредитов. Сумма достаточно для бюджета весомая. Поэтому, конечно, такое решение о реструктуризации позволит нам сбалансировать бюджет в течение определенных периодов. О реструктуризации бюджетного долга для регионов много раз говорили и в правительстве области. Амурский губернатор поднимал этот вопрос на встречах с президентом страны, вице-премьером и министром финансов. По мнению Александра Козлова, такая действенная мера поддержит не только социальную сферу, но и даст толчок для развития крупных инвестпроектов, которые реализуются в Приамуре. По Минфиновским показателям идем просто шикарно в экономике, в показателях. Но, к сожалению, вот эти отдачи долгов, камни собирать приходится по 4,5 миллиарда. Мы не можем себе этого позволить. Мы не стесняемся и говорим о том, что у нас колесо приходит в Амурскую область. Это индустриализация, это и «Газпром», и «Сибур», и другие проекты. Нам нужно просто 3-4 года для того, чтобы пережить. Финансовая отсрочка позволит правительству региона не только сбалансировать будущий бюджет, но и значительно его пополнить. Выравнивание главного финансового документа будет происходить, в частности, за счет налоговых поступлений от работы крупных предприятий резидентов ТОР. Не случайно программу, предложенную президентом, уже сравнили с освобождением от кредитной зависимости. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. Амурское областное телевидение. Он, будучи нетрезвым, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент ему навстречу двигалась «Мазда Демия». В результате лобового столкновения пассажирка малолитражки скончалась на месте. Пять человек были госпитализированы. Рассмотрев материал уголовного дела, суд назначил водителю «Хендай» 4 года в колонии-поселении. Также его на 2,5 года лишили водительских прав. На экстремальные меры пришлось пойти егерю из Завитинского района, чтобы поймать браконьеров. Остановить нелегальных охотников сотрудник Управления по охране Животного мира смог только протаранив своим грузовиком внедорожник нарушителей. В Управлении по охране Животного мира рассказали, что двое мужчин вечером незаконно добывали косулю. При этом использовали яркие лампы, чтобы ослепить порнокопытных. Остановить браконьеров егерь смог только зацепив внедорожник нарушителей и после столкнул его в яму. В машине находились два человека, они не пострадали. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и ГИБДД. При досмотре в автомобиле нарушителей обнаружили двух отстреленных косуль, самку и ее детеныша. В отношении браконьеров составлены материалы, ведется следствие. В Благовещенске создадут подразделения ОМОН. Отряд особого назначения будет состоять из 150 сотрудников. Подразделения будут сформированы в нескольких крупных городах Дальнего Востока. Как сообщает РИА Новости, Росгвардия создаст подразделение ОМОН в Комсомольске-на-Амуре и на Чукотке. Увеличится число сотрудников отрядов особого назначения в Якутии, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском. Благовещенский ОМОН создадут на основе подразделения СОБР. В амурских школах стартовала неделя безопасности. С помощью специальных занятий ребятам объяснят правила дорожного движения и научат вести себя на улице. Госавтоинспекторы расскажут школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах. Для этого в учебных заведениях проведут тематические конкурсы, викторины, спортивно-обучающие занятия. А на родительских собраниях взрослым напомнят о правилах перевозки несовершеннолетних и штрафах за это правонарушение. Полицейские рассказали, что за 8 месяцев этого года на территории региона зарегистрировано 112 происшествий с участием детей, в которых более 120 ребят были травмированы. Больше всего аварий произошло в Тындинском, Магдагачинском, Белогорском, Ромнинском, Октябрьском, Константиновском районах, а также в городах Свободной и Зее. В полка добра появилась в Свободном. В одном из магазинов города предприниматели установили специальную витрину с продуктами питания. Малообеспеченные горожане смогут бесплатно взять, например, хлеб или молоко. Любой нуждающийся, придя в магазин, сможет абсолютно бесплатно взять необходимый набор, причем выбор достаточно разнообразен – от хлебобулочных изделий до чипсов. Стеллаж в супермаркете установили две недели назад, и практически каждый день к вечеру он становится пустой, рассказала в телефонном разговоре директор торговой точки. На полке добра можно найти продукты, такие как хлеб, хлебобулочные изделия, сахар, мука, вермишелевые, группа макарона, чипсы, супчики быстрого приготовления. Полку добра мы пополняем своими силами. И также покупатели, которые заинтересовались, что же это за полка, мы предлагаем им тоже принять участие в этой акции. Люди несут, и булочку хлеба ставят, и колычи какие-то, баранки, и крупу туда люди ставят. Ну то есть ассортимент не ограничен, и они, кто желает, тот и ставит то, что им как бы хочется. Помощь оказывают и простые жители города, которые приносят продукты питания, тем самым пополняя ассортимент товаров на полке. Напомню, подобная акция действует в Благовещенске и Райчихенске. В Тынде и Белогорске бесплатно раздают хлеб. Детская команда КВН из Амурской области стала лучшей в стране. Ребята из Уснюк, Жит Индинского района, заняли первое место на международном фестивале юниор-лиги веселых и находчивых, который прошел в Анапе с 17 по 24 сентября. В седьмом международном фестивале приняло участие 47 команд. В итоге шутки наших ребят из команды Мистер Ха были признаны самыми лучшими. Пока ребята находятся в Анапе, сейчас решается вопрос, отправятся ли победители в детский лагерь Арте, где пройдут съемки телеверсии детского КВН, или КВНщики поедут домой. Амурские журавли улетели к своим обладателям. В Благовещенске завершилась 15-я юбилейная Амурская осень. Церемония закрытия фестиваля кинотеатра прошла в минувшее воскресенье в общественно-культурном центре. Имена лучших режиссеров и актеров назвал Сергей Новожилов. Самое большое количество наград, 4, получил спектакль «Мой внук Вениамин» с Лилией Ахиджаковой в главной роли. Гран-при вручили якутскому режиссеру Алексею Романову. С подробностями Ростислав Азизов. 15-я осень, она вот такая, очень яркая, многообразная, необычная, насыщенная. Честно говоря, мы сами не успевали иногда на все мероприятия попадать. По традиции, церемонию закрытия юбилейной Амурской осени провел Сергей Новожилов. Кстати, президент фестиваля тоже не остался без наград. Ему вручили почетный знак за заслуги перед Амурской областью. Специальный приз от губернатора при Амуре получила и Наталья Варлей. В подарок актрисе преподнесли икону амурского художника Александра Тихомирова. Также специальные призы вручили Ларисе Лужиной и продюсеру Альберу Магинову. Ирине Муравьевой досталась награда Леонида Гайдая за вклад в комедию. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбыща. В конкурсе антрепризных спектаклей Амурского журавля за лучшую роль второго плана вручили актрисе Надежде Лумповой. Она участвовала в спектакле «Мой внук Виньяамин». Лия Ахиджакова за игру в этой же постановке была признана лучшей актрисой. Журавль за лучшую режиссерскую работу в антрепризе улетел в руки Марфы Горвиц, режиссера спектакля «Мой внук Виньяамин». Кстати, эта работа собрала больше всего наград. Четыре, в том числе и спецприз жюри. Четыре года мы ходили по всем режиссерам, московским, питерским. Никто не хотел ставить. Говорили, что из этого ничего не получится. И только Марфа, 28-летняя девушка, взялась нахрен смело и поставила за наш спектакль. Спасибо. Приз за лучшую мужскую роль получил Дмитрий Мухамедов. Он сыграл сразу три роли в постановке «Игроки». Кстати, именно этот спектакль по итогам фестиваля признали лучшим. Из 24 картин, представленных в конкурсной программе «Короткого метра», лучшим по единогласному мнению жюри стал фильм «Чудная баба» режиссера Данила Дунаева. А вот в номинации «Лучшая режиссура» приз достался Дмитрию Булгакову, который привез на «Амурскую осень» картину «Дом на голове» Клаузер Ферца. Зрители приняли неоднозначно, потому что все-таки кино экспериментальное. Но тем не менее, я как автор, как режиссер был очень рад, что в таком здоровском фестивале принял участие, что приняли. И был рад, что премьеру привезти сюда. В номинации «Иностранное кино» главный приз получила лента так как сумасшедшей лучшими актрисами, по мнению жюри, стали француженки Валерия Брунни-Тодески и Айлия. Приз за «Мужскую роль» в этой номинации не достался никому. «Очень счастлива, что итальянское кино продолжается и живет. И фильм действительно очень хороший. Но режиссер не смог приехать, его даже в Москву приглашали. Но он точно, я не знаю, он не летает, ему очень сложно. Но тем не менее, это человек, который делает фильмы про людей». Артем Михалков вручил призы зрительских симпатий и зрительского жюри. Наград удостоился фильм «Сын» от режиссера Вячеслава Рос. Также в этот вечер специальный приз вручили режиссеру Юлии Мельниковой за фильм «Люба». В конкурсе полнометражных фильмов приз за лучшую женскую роль отдали Надежде Ивановой в фильм «Близкие». Эта же картина была отмечена и за лучшую режиссуру. «Я очень рада, что Надежда Иванова получила лучшую женскую роль. Я очень ей этого желала от души, потому что она этого заслуживает как никто. Она в эту работу вложила очень много своей души. Приз за режиссеру, по правде говоря, очень неожиданный и очень приятный, потому что очень важно, что такое замечательное жюри. И сам Сергей Олегович Снежкин меня вручил. Он для меня очень авторитетный человек». Гран-при имени Валерия Приемухова вручили картине «Вселенная пора. Детство, которое мы не знали» якутского режиссера Александра Романова. «Так получилось, что именно 15-летнему юбилею Амурской осени состоялась премьера моего фильма «Детство, которое мы не знали». И я никак не ожидал, что получу главный приз. И, конечно, я очень рад и до сих пор не верю. «Конечно, я затраиваю в этом фильме тему детства, потому что разные времена, разные эпохи, детство бывает разное. И нынешнее поколение, молодежь особенно, должна знать, как проходило детство в традиционном мире якутов». В завершении вечера на сцене выступили Родион Газманов, Эд Шульжевский, Наиль Гемодиев, Катя Семенова и многие другие артисты, которые почти две недели радовали амурских зрителей своей неповторимой игрой, удивляли эмоциями, дарили улыбки и автографы. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Амурская осень многим зрителям запомнилась не только творческими встречами и насыщенной программой, но и яркими нарядами артистов. Наша съемочная группа накануне закрытия фестиваля побывала в гостях у Оксаны Сташенко. Известная актриса рассказала, что берет с собой в поездку, а также поделилась секретом, как поместить все вещи в одну маленькую сумку. Яна Лисовая слушала советы и уже готовится применить их на практике. В общем, я сейчас вас научу всех, как приехать куда-нибудь далеко, взять с собой вещи и не помять их. Это сейчас будет очень интересный момент. Актриса Оксана Сташенко приоткрыла тайну своего чемодана. Говорит, на фестивале гастроли берет много вещей, просто умеет их правильно складывать. На каждый день у меня есть вещь. И я, конечно, буду повторяться. Плюс ко всему, у нас будут переезды в поезде. У меня есть обязательная пижама, теплые носки именно для поезда. Тапочки обязательно. И, конечно же, обувь такая дорожная, с утеплением, потому что мало ли что в дороге. Оксана раскрывает секрет, чтобы все вещи вместились в чемодан и не помялись. Складывать их рулоном. Это экономит место и силы на глажку. Причем внутрь рукавов платья, например, можно сложить белье или колготы. Говорит, испытано на себе, поэтому фразой с корабля на бал или с самолета на красную дорожку ее точно не напугаешь. У актрисы есть и свой проверенный способ, что делать, если наряд все-таки помялся. Люди выбрасывают эти вешалки. Я не выбрасываю. Чем хороша эта вешалка? Она же вот так раз и поворачивается. Ее можно зацепить, она легкая. Мы берем платье шелковое или бархатное. То, что нам надо погладить. Надеваем и идем куда? В душ. От влажности. Мы вешаем эти платья, а душевую лейку мы кладем вниз, так, чтобы вода не попадала на платье, включаем горячую воду. 20-25 минут пара закрытая душевая. Все. Вы их потом достаете, вы вешаете, чтобы они просто остыли, и у вас прекрасные, непомятые, нигде не заглаженные платьицы. Актриса рассказывает, для каждого наряда она берет украшения, считает, для женщины важна каждая мелочь. Плюс обувь, все, вплоть до дорожных тапочек. Могут ведь пригодиться. Ловкость рук и пару театральных приемов. В итоге весь фестивальный багаж помещается в один чемодан. Яна Лисова и Михаил Велички на Мурской областной телевидении. На этом у меня все. Более подробную информацию об этих и других выпусках смотрите в социальных сетях, на страничке нашего телеканала в Facebook и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова